Сегодня в Подмосковье наблюдается резкий рост стоимости садово-дачной недвижимости. На территории округа 595 СНТ. Важным становится вопрос госрегистрации. Это дает владельцу определенные льготы при оплате услуг ЖКХ и налогов, открывает возможности для прописки страховых выплат и компенсации при изъятии земель для госнужд. Те дома, которые зарегистрированы правом, мы выплачиваем полностью, полным рублем рыночную стоимость этого дома или хозяйственной постройки. Если право не зарегистрировано, к сожалению, но это, кстати, Московская область только это делает, мы компенсируем затраты, связанные этих объектов только со строительством. При этом законопослушные дачники хотят государственной поддержки и в обустройстве быта своих СНТ. У нас не может быть один-два СНТ из шести суд, администрация, или как-то каким-то образом получили поддержку в организации подъездных путей, в организации водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Практически никто из наших садоводов не получил такой поддержки от государства. Вот куда уходят наши деньги, на что мы власть и науки. Компетентно ответить на этот вопрос садоводам пообещали в ближайшее время. На одном из круглых столов, которые станут регулярными для общения дачников с представителями власти. Для этого ситуацию разберут на конкретных примерах. Наболевший для всех вопрос – это подъезд к СНТ. У нас зачастую подъезды к СНТ таким образом организованы, что они находятся на землях лесного фонда Российской Федерации, к которому муниципалитет, естественно, не имеет никакого отношения, и мы должны все вместе, какими-то общими усилиями, не побоюсь этого слова, креативить, для того, чтобы эти подъездные пути оформлять. Еще один актуальный вопрос – передача сетей СНТ в территориальные электросетевые организации. В прошлом году на территории Подмосковья было 389 аварий, в том числе 4 в Одинцовском округе. Повысить качество электроснабжения садоводов поможет областная программа по упрощенной приемке электросетевого хозяйства. Сейчас у нас все электросетевые компании, которые есть на территории, поставлены перед задачей сделать работу по приемке сетей от СНТ, ДНТ и всех частных владельцев к себе на баланс по признаку технического присоединения. То есть, если ваши сети подключены к Мособлэнерго, то они переходят в Мособлэнерго. Если сети подключены к Россетям, бывшей МАЭСК, то туда. Если к Оборонэнерго, то к Оборонэнерго. Также на встрече обсудили вопросы обеспечения газовой безопасности в частных домах. Затронули тему дачной амнистии и ответили на вопросы садоводов. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».